Строительство японского сада в окрестностях северо-восточного пруда в Кадриорге началось в 2011 году. Работами руководил признанный как в Японии, так и в Европе ландшафтный дизайнер Масау Соне. При оформлении японского сада он исходил из философии, в которой центральное место занимали круговорот жизни и многоликость красоты природы. Архитектор сада Масау Соне уже приезжал в Таллинн 8 лет назад, чтобы поглядеть, как развивается его творение. Сегодняшний визит в сад оставил у него только самые приятные и восторженные впечатления. Для меня было очень важным создать здесь, в Эстонии, в Кадриорге в частности, такой японский сад. Ведь это первый сад такого типа вообще в Эстонии. Когда он уже подходил к японскому саду сегодня утром, тогда он просто попросил, чтобы мы оставили его одного до входа в японский сад. Он был так эмоционально растронут. И, конечно, когда он вступил в японский сад, тогда я видел, что он боролся с слезами, поскольку японскому саду ведь 12 лет уже. Японцы верят, что до достижения 20-летия с момента создания сад только развивается. И поэтому считать его полностью сформировавшимся можно будет только по истечению этого срока. Учитывая, что нашему саду только 12 лет, то получается, что он достаточно еще молодой. Поначалу предполагалось, что в саду будут расти только японские растения. Однако местный климат с его длинной и изменчивой зимой оказался для многих из них неприемлемым. Поэтому некоторые сорта пришлось заменить на более подходящие для Эстонии. В каждое время года в саду можно найти растения, радующие глаз. Весной цветут вишни, в начале лета рододендроны, летом ирисы, осенью привлекают внимание красочные кленовые листья. Когда мы начали работу над созданием сада, то я изучил те растения, которые уже имеются в кадре Орге и в ботаническом саду, чтобы ознакомиться с особенностями флоры вашей страны. И таким образом мне удалось найти некоторые растения, которые по своему виду или цвету схожи с теми, что растут в Японии. Масао Сона сегодня провел своеобразную лекцию на свежем воздухе относительно того, каким должен быть японский сад. Но для тех, кто интересуется японской садоводческой культурой, сообщаем, что завтра с 10 до 16 часов главный садовый архитектор Японии Масао Сона проведет демонстрационный рабочий день в японском саду в парке Кадриорг, чтобы определить для растения японского сада правильные требования к росту с точки зрения высоты и ширины. Там же можно будет получить от него какие-либо советы по разведению сада. Регистрация не требуется. Достаточно будет прийти к назначенному времени в японский сад в Кадриорге. Сергей Овчинков, Кадриавик, Йонас Киммель, Петер Юльвайн. Новости Таллина.